Для того, чтобы реализовать основные направления, мы придумали следующий механизм. Основные направления определены в четырех сферах. Первое – это цифровая трансформация отраслей и кросс-отраслевайцев трансформация. Второе направление – это оцифровка наших общих рынков. Третье – это оцифровка инфраструктур. И четвертое – оцифровка системы управления. В соответствии с порядком, который сегодня утвержден, предполагается, что мы создадим единый реестр центров инициатив. Это означает, что все те центры, которые сегодня занимаются в наших странах цифровыми инициативами, мы будем с ними в прямом контакте, и они получат прямой доступ к нашим инициативам и к вопросам, которые мы обсуждаем в коллегии, в совете по цифровой трансформации. Вы знаете, что мы разработали белую книгу, куда вписали все барьеры, которые на нашем общем пространстве евразийском существуют, и которые мешают формированию общих рынков. С одной стороны, такая ситуация сложилась, потому что Республика Армения, Республика Казахстан и Киргизия имеют эти изъятия в соответствии с союзными договорами, а также в соответствии с вступлением во всемирную торговую организацию, и есть определенные таможенные тарифы, которые расходятся от общих тарифов. И понятно, что формирования общего рынка в условиях разных тарифов не может быть. Для этого нужно время, чтобы мы бы вот этот переходный период завершили и сформировали бы общий рынок. А этот переходный период нужен был для того, чтобы мы бы для нашего бизнеса создали бы более мягкие условия в процессе вступления в Евразийский экономический союз. Но кроме вот этих изъятий, которые у нас законодательно определены, существуют и барьеры, и ограничения, которые мешают реальному бизнесу пользоваться плодами общего рынка. И мы договорились с главным правительством, что коллегия ежеквартально будет представлять для обсуждения на совете дорожные карты, как мы будем снимать существующие ограничения. И сегодня вот мы обсуждали целый круг вопросов и договорились по дорожным картам, как мы будем решать эту проблему. В частности, многих интересуют вопросы, связанные с водительскими удостоверениями. Концептуальный подход будет следующий, что мы начнем разрабатывать соглашения о единых канонах. Потому что в сфере водительских удостоверений будут происходить фундаментальные изменения, связанные с тем, что происходит оцифровка в том числе и транспорта, появляются новые машины, относительно которых водители должны иметь новые знания, беспилотные машины появляются, смешанные машины, пилотные и беспилотные, то есть которые могут автоматически переключаться на беспилотный режим, а потом с беспилотного на пилотный режим. И это означает, что водители должны иметь специфические новые знания, в том числе и в цифровой экономике. Поэтому вот эти принципы должны быть едиными. Мы обсуждали вопрос о формировании общего рынка сахара. Здесь сложилась непростая ситуация, о которой докладывал министр сельского хозяйства Российской Федерации. И дано поручение коллеге провести исследование этой темы с точки зрения формирования общих подходов, в частности, относительно завоза сырья для производства сахара на нашу общую территорию. С тем, чтобы мы бы не подрывали основы производства сахарной свеклы, которая есть в наших странах. Потому что получается сегментация нашего рынка на разные виды сахара, получаемые с разного сырья. И как урегулировать ситуацию, чтобы была бы равная конкуренция и не ущемлялись бы в том числе и права производителей сахара, которые используют сырье, возимое на нашу территорию с третьих стран. В целом, я могу отметить, что все вопросы, которые были в повестке, были обсуждены. И есть принципиальное понимание, как мы будем двигаться вперед. Это дает очень серьезный толчок для углубления интеграции в рамках Евразийского союза. Одновременно новая инициатива, с которой выступила коллега, заключается в том, что мы должны запустить проекты в реальном секторе экономики. Совместные проекты, в частности, два пилотных проекта по поручению премьер-министра, уже направленные для обсуждения в национальное правительство. Первое касается ювелирной сферы, создания общего бренда в ювелирной сфере. И второе касается производства электротехнического оборудования, тоже, чтобы мы бы сформировали общее евразийское предприятие, общество, которое будет себя позиционировать в качестве евразийского бренда. Спасибо вам за внимание.